Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Офинарс. Добро пожаловать на канал. Рад вас всех видеть. И сегодня мы с вами продолжаем нашу рубрику игры Лоуэлла игроков. И сегодня мы посмотрим с вами за игрой, которая произошла у нас в железе на Руссервере. Игра очень интересная. Лютейший у нас здесь замес будет происходить. И я думаю, вы уже, если были внимательно, обратили на состав красной команды. Давайте я вам его пока что перечислю. Пока синие у нас здесь идут на инвейд, заходят в лес. Кстати-таки, подождите. Возможно, у нас сейчас будет первый килл. Сможет ли Севир здесь убежать? Ее уже пытаются закрыть. Пайк идет снизу. Мастер дает ку. Вешается сразу игнайт. Но Севир, используя флеш, спасается и уходит. Но здесь мы видим Юми, да? Неужели Юми лес, вы подумаете? И да, реально Юми лес, потому что Юми у нас со смайтом. Причем, посмотрите, как она подставляется. Вполне возможно, это килл. Да, погибает здесь Юми. Еще и отдает ФБ. Просто какая-то нереальная катка. Нереальный замес здесь происходит с красной стороны. Тренда стоит уже в кусту на реке. Возможно, будет как-то подзакрывать. Причем, синие до сих пор остаются в лесу. Я не знаю, неужели хотят взять блубаф? Нет, все-таки решают отступить, отойти. Так вот, давайте посмотрим, собственно, на состав, который мы видим или не посмотрим. Потому что здесь пытается уже Тренда забрать Мальзахара. И за счет экзоста все это дело у нас реализовывается. И получает килл красная команда. Мастер же зачем-то решил ворваться. Но при этом у него, в принципе, получается заинициировать файт. В это время погибает здесь Сайлос. И Тренда бежит уже дальше за женом. Сможет ли он его забрать, пока что не ясно. Но, по-моему, у Тренды проблема. Ему нужно отдавать телепорт. Иначе, что это такое? Вы посмотрите, там уже миллиард крипов уформил Тимаря. А Тренда все еще снизу находится. Но благо, у него хотя бы есть скилл. И это хоть как-то компенсирует потерю и по XP, и по золоту. Итак, собственно, давайте посмотрим на состав. С красной стороны на топе Тренда. На синий же у нас Тимаря. То есть Тренда против Тимаря будет стоять. Это очень жесткий матчап для Тренды. Будет довольно сложно ему что-то сделать. Потому что, как мы знаем, Тренда это автоатакер. А Тимаря очень сильно контрит автоатакеров. Плюс очень жестко напрягает в ранней игре. В лесу же у нас еще более эпичная связка. Это мастер против Юми. Юми находится у нас на красной стороне. Посмотрите, какой пик жесткий. Наверное, хочет, так сказать, на победку заиграть. Но пока что не удается забрать жабу. И Юми реально не смогла жаб забрать. Приходится уйти на бэк или что? Что? Непонятно. На мид пойти помочь. На лоу хп. А что делать? Глубав забрал. В принципе, уже полезный. Итак, на мидлейне у нас матчап. Мальзахар против Картуса. Опять же, Картуса, я думаю, вы довольно редко встречаете. Потому что очень уязвимый чемпион. Плохо стоит против Ассасинов. Плохо стоит против шустрых инициирующих чемпионов. Но благо здесь Мальзахар. И, в принципе, против Мальзахара Картус довольно-таки неплох. Он может реально хорошо стоять, себя чувствовать. На бэтлейне же связка Джин с Пайком против Сайлоса, саппорта, с Игнайтом и Телепортом. Как вам такое, а? По-моему, довольно интересная связка. Сайлос, саппорт, Игнайтом и Телепорт. Это жестко. Даже ни экзоста, ничего нету. Вместе с Севир на пару они стоят. Юми тем временем решила подфармить немножко мидлейн. Но у нее, очевидно, нету шансов ничего сделать здесь. И вы посмотрите. В это время Картус уходит в лес. Юми остается на миде. Картус понял, что здесь, ну, как-то надо это выигрывать. Причем Картус реально старается. Хоть как-то помочь своей команде. Юми остается на мидлейне. Он пошел лес фармить. И здесь врывается Сайлос, инициируя на ботлейн. Но мастер тут как тут. В итоге минус Сайлос. Погибает он. И что делать? Все пока что очень плохо у красной команды. На мидлейне проблемы. В лесу проблемы. На боте тоже два раза умер Сайлос. И сейчас довольно-таки не очень хорошая ситуация. Да, пришлось бэкаться Севирке. Севирка выходит сразу, получается, он у нее в каплю, да. Капля меча у нее на текущий момент есть. И это довольно жестко. Сейчас особо агрессии никакой нет. Из такучих предметов только меч. Как драться на таком ботлейне в таком матчапе непонятно. Потому что у противника и Даран, и Пикэкс. А у тебя всего лишь меч. Потому что сама по себе капля, она же не дает боевых статов, да. Она дает только ману, при помощи которой ты можешь использовать способности. Но если завяжется какой-то трейд, то, конечно, красному ботлейну будет очень тяжело как-то это дело выиграть. Отдается телепорт на топлейн. Прилетает Тернда, но он даже фармить не может из-за того, что невероятно тяжелый матчап. Это еще одна проблема красной стороны. Мало того, что, как говорится, сделали здесь суету. Бот в проблемах. Мид, лес в проблемах. Так еще и на топе огромные проблемы, да, здесь происходят. Причем непонятно, что это за пик Юми. В итоге она просто свапает, уходит на мид, а Картуса отправляется чистить лес, да. И вроде у Картуса более-менее получается. Возможно, это какая-то строта такая. В железе есть, я не знаю, типа суперсекретный свап, там 3000 акил, чтобы переиграть всех как можно жестче и мощнее. Но пока видно, что красные очень сильно отстают. Даже по голде уже 2000 преимуществ в пользу синих. Это очень много, причем Картус, видно, страдает. Все-таки без Смайта сложно. Умрет, умрет на петухах, умирает. Убили петухи. Отпетушили Картуса и что делать? Это проблема без Смайта. Мало того, что Смайта нет. Видно, что он неопытный игрок. Ну, как бы вы видели, да. На Картусе лес чистится путем кайтинга. То есть ты бегаешь, кайтишь крипов, при этом дамажишь. А он просто стоял лицом, танковал все это дело. И, ну, как бы вы видите, к чему это все добро привело. В итоге килл. Картус погибает на петухах. Да, по фарму, конечно, огромное отставание у синей команды. Мастер опять выходит на ганг на ботлейн. Это единственная линия, которая может создать проблемы. На топе все очень плохо. Хотя Трандау сейчас может попытаться как-то разменяться. Посмотрите, не получается здесь ничего сделать тема Рютерн. Да, все-таки его смог задуелить. Молодец, красавчик. Два килла забирает. Но это все еще никак не помогает выиграть катку пока что. Очень большие уж проблемы здесь в игре. Хотя посмотрим. Возможно, карта с получением шестого левела у него все станет гораздо лучше. Ну и вполне возможно Юми сейчас все-таки сможет как-то чистить лес. Хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. По мне Юми это, наверное, худший чемпион для леса. По той причине, что она медленно перемещается. Она плохо гангает. От него вообще как такового толку нет. Она именно тот персонаж, который обязан стоять на линии. Посмотрите, что делает Картус. Просто Юми села на него и Картус отошел. Он, наверное, и пишет в чат. Там, походу, лютый замес в чате происходит. Но Юми решает, так сказать, вернуться на линию. Говорит, да мне все равно. Я буду фармить. И смотри! Смотри, 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 что делает Юми. Похоже, они начали флеймить друг друга или что? Непонятно. Юми в итоге подставляется. Может, у нее залагало. Выживает на лоу хп. Картус тоже подставляется. Теперь у обоих нету здоровья. И это, конечно, жесткая ситуация. Правда, мне кажется, рановато здесь, конечно, ульту дал Мальзахар. Если бы он немножко подождал, можно было бы и килл сделать более комфортный. Но, по-моему, здесь явно недопонимание происходит на мидлейне у Картуса с Юми. Так что, ну, понятное дело, да. Я тоже думаю, что, скорее всего, пару добрых слов кто-то бы написал на вашем месте. Это Юми, когда такой пик сделан. Еще и линию забрали на мидлейне. Плюс она... Юми же не идет сейчас фармить лес. Хотя, возможно, с бэка вот сейчас и отправится туда. Но, как минимум, у Картуса, не знаю, остальные нервы, как Каната, он все это дело терпит. Из последних сил. Юми, да, отправляется в лес. Хочет забрать блоу баф. Но здесь уже мастер. Мастер забирает блоу. Юми приходит. А бафа-то нету. Бафа нету. Все, до свидания. Ушел. И, похоже, это будет попытка забрать жабу в очередной раз. Смайт на фулл хп отдается от Юми. Юми пытается она здесь зачистить лес. Но, не знаю, в этот раз, наверное, ей удастся, конечно, одного крепца забрать. Но не более. Посмотрим. Удается ли? Ну, как? Ну, еле-еле. Четвертый левел, вы понимаете. Да, еще один смайт. Два смайта. Чтобы забрать жабу. Но мастер тут как тут идет наказывать Юми. Получится ли уйти? Непонятно. Юми! Автоатаку на шишку слишком поздно. Юми погибает. Вот так вот. Один килл. Жабу забрала. И, в принципе, все. И фидануло. Нормально. Нормально. Хороший размен пойдет. Тем временем на боте опять же тут лютый какой-то замес у нас происходит. Нужно вернуться. Сайлас пытается ворваться. Он уже давал инициацию. Да, похоже на КДЕшка. Не может сократить дистанцию еще раз и, в принципе, вынужден отходить, отступать. Но все довольно-таки, опять же, неплохо, по крайней мере, на боте. Несмотря на то, что мастер постоянно гангой. Целос просел. У него три смерти подряд. Но, в целом, они все-таки более-менее держатся. По фарму все в порядке. Все хорошо. На остальных линиях вообще беда. Картуз проигрывает на 20 крипов. Лесник проигрывает Юми на 40 крипов мастеру. Трэнда проигрывает практически на 40 крипов. На 35 проигрывает на топ-лейне. То есть, огромная практически в два раза разница на всех линиях по фарму. И мастер, он делает очень правильно. Он продолжает душить бот-лейн. Потому что бот-лейн это единственная линия, которая реально сейчас может дать сопротивление. Ну, может быть, конечно, еще Трэнда. Но Трэнда так или иначе находится, несмотря на то, что он убивает, под огромным просто давлением от Тимаря. И Тимаря, и Тимарь, кстати, увидел, увидел Юми. Неужели это будет килл? Вы посмотрите на этот ганг. Чудо-ганг от Юми. Там еще один гриб. Не уходит. Не уходит здесь Юми. Никак погибает. И ред баф есть у Тимаря. Можно пытаться кайдить. Трэнда вряд ли сможет догнать. У него еще есть и слепота. Есть ли слепота? Да, слепота кидается. Еще бы пару автоатак замедлить. Но здесь грибы. Похоже, хочет Тимарь здесь забейтить. Да, соли нет. Все-таки Трэнда задуэлил здесь Тимаря. И Тима погибает. Но при этом забрав Юми. У Юми вообще катастрофическая проблема. Но мастер тут как тут. Нет уже ульты у Трэнды. Делает он здесь рывок. Но, скорее всего, он погибнет. Мастер! Надо было давать кушку в крипов, чтобы задоджить, так сказать. Вот этот вот ультимейт. Да, тогда бы он не погиб от Картуса. Но Картус все-таки смог сделать свое дело. Заработал, правда, ассист, не килл. И Трэнда в итоге 4-1 идет. Есть шансы, что Трэнда сможет закерить эту игру. Пайк выходит гангать на бот. Пытается сыграть здесь по адекере. Сивирка вынуждена флешать. Отходит. Но здесь Санла забирает ульту. Пайка делает встречный ультимейт. Сможет ли добрать Пайка? Да, Пайк погибает. Пиджин, похоже, сейчас тоже отъяснит. И посмотрите, ситуация выравнивается. В принципе, красная команда уже сравнялась с синий. Есть неплохая ситуация на боте, да. То есть сейчас бот камбэкнулся. 2 килла забрали. Шат даун взяли на топе. Тоже все неплохо. По сути, 2 килла забрал Трэнда. Несмотря на то, что фиданула Юми. Потому что был килл с Тимаря и с мастера. Причем с мастера, насколько я понимаю, серия была забрата Трэндой в количестве 200 бонусного золота. Итого, получается, Трэнда заработал суммарно за предыдущий файт порядка 800 золотых. Это очень много. И сейчас-то у красной команды есть неплохие шансы. Тем более, что Юми, даже несмотря на то, что она такая бесполезная, в очередной раз сейчас Фиди погибает. Она все еще может сесть на того же самого Трэнду и сделать его очень-очень сильным чемпионом. Но здесь врывается мастер гангать топлейн. Попытка сыграть по Трэнде. Трэнда пытается сократить дистанцию. Забирает Тимаря. Можно драться с мастером. Можно. Есть ультимейт. Все. Похоже, мастер-то не уходящий. Дабл килл от Трэнды. Отлично. Не получается забрать здесь Трэнду. Ну, понятное дело, у него 10-й левел на тот момент был, когда мастер выбегал только 9-м. И не удается здесь ничего сделать. Плохо отыграла синяя команда. И неужели здесь сможет закерить Трэнда эту игру? Пока что не ясно. Игра очень такая спорная, напряженная. И не видно, кто же здесь окажется победителем в итоге в этой игре. Пытается карту здесь как-то выстоять после такого тяжелого начала. Проседает, кстати, уже на 30 скрипов. Чуть меньше с процентом соотношений. Но все равно очень большая разница. Она так и сохраняется, вот эти 30 скрипов. По золоту, опять же, все более-менее хорошо. На удивление. Я думал, ситуация будет гораздо хуже при таком старте. Но сейчас все неплохо. Буквально 700 голды. Преимущество у синей команды, что незначительно. И при условии, что всего лишь одного дракона за все это время, за 14 минут смогла забрать синяя команда. Это небольшая потеря. Правда, сейчас вот второй дракон может отлететь. И если удастся было бы неплохо пересмайтить, не удается забрать дракона. Мастер здесь. Но здесь уже вся красная команда. И делают килл по мастеру. Играют прям как команда. При этом Юми! Юми через ультимейт пытается кайтить. Блубав! Неужели? Кто? Нет! Ресетнулся на одном хп! Вы видели? Это отчаяние. Просто в глазах у Юми пришлось раскайтить. Отдать все. Какой дракон? Там мультимейт. Все. Пришлось. И один хп выжил. И ресетнулся. Блубав! Вот это подстава! Вот это та самая игра, когда твой тиммейт играет не за тебя, а против тебя. Транда выходит на топ-лейн. Пытается сыграть по тимарю. Огромный просто дэмэж. Невероятный крит. Сейчас кушка пройдет. И слепота уже исчезнет с тренды. И, естественно, огромный урон начнет наносить. Правда, повезло тимарю, что еще криты не вылетели. Так бы он буквально с двух автоатак мог забрать. 8-1-0 уже у тренды. Он доминирует на топе. Можно сейчас дальше идти уже подпушивать вышку, возможно. Пластины, конечно, уже кончились. Но, с одной стороны, это минус золото. С другой стороны, можно быстрее эту вышку забрать. Потому что пластины значительно замедляют твой пуш. И без пластин, конечно, вышка забирается невероятно быстро. Просто посмотрите, как он ее ковыряет. Это уже 100% минус тавр. И, кстати, это вроде как первая вышка. Да, первая вышка у нас в игре. Уходит в пользу красной команды, что дает также дополнительное золото. Суммарно красной команды. И сейчас нужно что-то думать. Есть Геральт. Есть Геральт, которого можно забрать. В целом здесь около мидлейна трется три человека. Что у синих, что у красных. Есть возможность что-нибудь интересное такое эдакое придумать. И попробуйте этого Геральта забрать. Транда перепрыгивает через стену. Довольно опасно. Мастер! Мастер стоит за спиной. И, возможно, сейчас из кусту будет делать ловушку. Ицет рэп. Но получится ли непонятно. Мастер так и не вышел. Транда делает килл. Мастер вылетает. А Транда-то уже все еще под ультой. Юми! 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 Юми не садится. Не села на Транду. Не подхилила. Ничего не сделано. Здесь взрывается шатдаун. Он отдает. И я даже не успеваю видеть этот экшн. Посмотрите. Юми все-таки забирает мастера. Мастер погибает. И временем файт на боте. Повыгибнет сейчас Сайлас. Да. Размен один в один. Погибает Сайлас. Погибает Джин. И сейчас невероятный просто хилл после смерти своего тиммейта. Отдает Севир на лоу хп. На фулл хп. Подождите. Или пак. Я не понял, кто из них отдал. Прямо именно в конкретный момент. Но кто-то отдал после смерти своего тиммейта. Классический хилл. Конечно, замес лютейший. При этом трендач сейчас погиб. Что очень, конечно, печально. С него Тима снял, получается, бонусом 500 золота. То есть суммарно 800 за голову. Это очень жестко. При этом Юми непонятно, что делала. Она даже на своего тиммейта не села. Жоню не прожала. У нее есть секундомер. Ничего не сделала. Вообще очень странный плей. Но смогла каким-то образом, благодаря ультимейту, забрать мастера. По-моему, так сказать, Юми перепутала персонажа, за которого играет. Ей бы играть за, возможно, там, за кого-нибудь Киндрот. Да, ранжового чемпиона. Который прыгает к кайте, дамажит керри. Но никак не за саппорта. Что здесь будет делать тренда, пока же не ясно. Пытается он все-таки гангать. Забрал, кстати, ред баф. Но у Юми какой ей ред баф, она еле-еле дуэлит блю баф. Так и не смогла ни разу задуэлить за игру блю баф. Поэтому ред бафом даже и не пахнет. Хотя бы блю баф забрать. Тем временем, кстати, тренда шотает здесь мастера. Мастер погибает. Можно взять Геральт. И Геральт забирается. И получится ли куда-то его поставить, пока что не ясно. Юми возвращается на мид. Подфармить. Возможно, какой-то импакт еще внести. Но Захар довольно легко все это дело отпушивает. Игзо сразу летит по Мальзахару. Сайлас тут как тут. Можно улететь Сайласа. А Сайлас под ультой под вышкой находится. Но очень много урона здесь у красной команды. И Мальзахара убивают крайне быстро. Юми! Почему Юми не садится на Адекерри? Игнорирует просто. Возможно, сесть на Севир. Возможно, Юми не знает, что она на это способна. И в итоге просто погибает. Что за криншкил? Господи, это ужасно. Тем временем погибает Сима на топ-лейне. И Трэнда вживает на лоу хп. Можно как-то опять же подпушить вышку. Пока что никого нет. Главное не наступить на гриб. Здесь он может где-то находиться. У Трэнды тем более был Геральт. У него не было просветки. И лишний раз куда-то в сторону отходить. Очень опасно. Синяя же команда пытается сыграть через мид-лейн. Трэнда встречает здесь мастера. Но получится ли задуэлить? Довольно-таки опасно здесь пытаться драться с мастером. Все-таки нет ульты. И да, здесь погибает Ронда. Надо было прям стоять автоатачить. Сайлос попадает Ешке в крепание. Удается притянуться к Джину. Но Джин с испуга дает флэш. И пока что... Синяя, кстати, таки проигрывает эту битву за мид. Но... Телепорт от Тимаря. Возможно, сейчас Тима сделает какую-то жесткую инициацию. Счет 15-16 у нас в пользу красной команды. По золоту также на 400 голды доминирует красная. Но надолго ли? Нет, погибает снова Юми. Опять Юми ни на кого не садится. Что происходит? Вообще непонятно. Такое ощущение, что человек не понимает, как работает твой персонаж. И посмотрите ультимейт в ультимейт. Мальзахар пытается как-то остановиться. Айлос погибает. И сейчас, похоже, еще и... Вернее, не погибает. А останавливается у ульты. Похоже, сейчас Картус сможет ли что-то сделать. Да, хороший! Минус Джин. Отличная кушка. Забирает Джина. Если бы еще ультимейт вот сейчас от Картуса. Вот это была бы сказка. Как раз по лоу-хп целям можно было бы, возможно, и четверых забрать. При этом Картус из себя довольно неплохо чувствует. Только единственный вопрос. Зачем он купил здесь Леандрик? Очень спорный предмет. Танков-то вообще нет в команде здесь. Но что купил, то купил. Дело его. При этом уже сколько времени у нас не меняется билд у Юми. Она вообще ничего не покупает. У нее золота нет, или она троллит. Давайте посмотрим. Нет, у нее есть 900 золота. Похоже, она реально троллит откровенно. Размен один в один. Севир изменял с Тимарем. И, в принципе, это неплохо все-таки. Убить Тимаря довольно сложно. За счет его слепоты он может создать очень большие проблемы. Посмотрите, что Салас себе взял. Он решил себе взять венец. Ого! Вот это скилл у Юми. Молодец. Задоджила ультимейт от Пайка. Но, тем временем, здесь Салас, похоже, погибнет. Мастер делает килл. Ну, а Картус тут как тут. Наконец-то Юми начала играть командно. Садится на Картуса. В итоге, Картус одерживает победу над мастером. Тем временем, Трэнда. Посмотрите на эту наглость. Трэнда просто в наглую ломает вышку. И, возможно, сейчас еще и Джина заберет. Ловит Картуса. Картус погибает. Да, тем временем, отлетел Джин на ботлейне. И Юми догорит. Догорает. Мальзахар очень много урона наносит со своей ешки. Повесил порчу. Заразил чумой кота. И, в итоге, кот куда-то убежал и там погиб. Интересный билд. Юми решила играть с позиции керри основного доминатора. Всю игру она показывала, что она способна. Говорит, дайте мне затащить. Я могу. Я умею. Берет себе Люден. И не совсем я уверен, что это как-то значительно поменяет геймплей. Да, и что это как-то в пользу пойдет. Лучше бы все-таки саппортовские какие-то предметы, мне кажется, Юми собрала. Ну, да ладно. Это ее выбор. Посмотрим. Может быть, у нее есть планы. Она его придерживается. Кто знает. Пытается здесь как-то Мальзахар 1-2 отпушивать линию. Но у нее не должно быть с этим проблем. У него очень много демажа. И, кстати, ловит здесь Тренду. Получится ли забрать втроем? Вполне возможно. У Тренда откатился ультимейт. И Тренда сейчас бежит. Бежит. Надо убегать. Хорошо, разыграл здесь минус одного. Забрали. Но, похоже, дальше он не уходит. Или уходит? Нет. Джинсо киловит Тренду. Погибает Тренда. И сейчас Сайлас тем временем подловил. Через свой чудо-телепорт. Засаппортил. И забрал Джина. На мидлей не погибает Север от Мастера. Мастер пошел в инициацию. И сейчас, кстати, такие численные преимущества. Хотел сказать, на стороне Синих. Но нет, это неправда. 3 на 3. Сейчас счет. Получится ли Сайласу забрать Тимаря? Нет. Не удается. Можно сыграть по Картусу. Картус погибает. И, опять же, 2 в 2 остается сейчас синяя команда против красных. Но там уже Пайк рестнулся. В целом, можно что-нибудь интересное придумать. Да и Юми особой опасности не представляет. Посмотрите, пытается Юми в наглую состилить у Мастера его Петушков. Но не удается. И, смотрите, Мальзахар Слышан начинает играть. Кидает Ешку ультимейт. Погибает здесь Юми. Еще и Пайк золото дополнительное приносит. Как себе, так и команде. Можно сейчас, вот это самый, наверное, хороший вариант, бэкнуться и попробовать забрать Барона. Все для этого есть. Юми опасности не представляет. Да и она, в целом, сейчас на дестаймере находится. Есть возможность как-то попытаться, ну, как минимум, провардить. Создать ситуацию такую, чтобы в дальнейшем можно было легко этого Барончика забрать. И какой-то профит с него получить. Но, похоже, синяя команда прямо сейчас ему не хочет брать. Но я так смотрю, они все-таки интуитивно, да, на, так сказать, на рефлексах, на интуиции стягиваются в сторону Барона. Возможно, все-таки мы его сейчас увидим или нет. Пока что не ясно. Не удается здесь какую-то значительную пользу Сайлосу принести за счет того, что он ульту Джина забрал. Начинается пуш вышки. Т1 сейчас должна упасть. Падает Т1. Этронда идет вперед. У него есть ультимейт. Минус Джин отдает флеш, но, к сожалению, погибает. И синяя команда со спины заходит. Неужели это разнос? Делается минус 2 в пользу синих. И сейчас, похоже, еще и Дэшник погибнет, но идет ульта. Хорошо. Картос делает минус 1. Остается только здесь Юми. Юми почему-то не было в кимфайте. Юми, ну зачем? Зачем так рано подошла? Непонятно. Ловит здесь врут мастера, но огромный урон от Пайка делает свое дело. И Юми погибает. Сейчас можно синей команде либо забрать барона, либо как-то попытаться подпушить мидлейн. Но барон выглядит интереснее. Все-таки есть здесь очень много урона. Можно его забирать. Да и Юми появится довольно-таки поздно. Но все-таки не решили они ничего брать. Ни вышку так не забрали, ни барона не забрали. Но при этом скоро будет уже дракон. И дракон, кстати-таки, довольно неплохой, морской. По драконам преимущество в пользу синей команды 2 к 1. И если сейчас они его заберут еще одного дракона из синей, то у них будет уже 3 дракона. На 3 дракона это что? Это значит, что следующий дракон уже для них душа. И они могут этим оперировать. Могут заставлять уже, обязывать синюю команду. Вернее, красную команду драться за следующего дракона. Как бы они ни хотели, иначе это будет душа. Но, конечно, можно отдать. Но душа не очень приятная. Не хотелось бы ее давать. Ловит здесь Тимаря. Тимарь на лоу хп сможет ли что-то сделать, пока что не ясно. При этом Сайлос погибает. Тимарь все еще на лоу. И куда идет Картуз? Зачем? Непонятно. Картуз тоже погиб сейчас. Подставился очень нехорошо. Но при этом смог забрать Джина. На топ-лейне мы видим замес двух автоатакеров. Двух самых сложных чемпионов в игре. Кто кого за райт кликает. И в итоге побеждает. Чье фуреку сильнее побеждает здесь, конечно же, Транда. За счет своего ультимейта или не побеждает? Тактическое 300 IQ геймплея от мастера. Забейтил на ультимейт. Потом возвращается. Вернее, даже, кстати, не прожимал здесь ульту Транда. По размену было очень мало здоровья. В итоге он погиб. Юми умудряется умереть, даже будучи на персонажа. Очень большой периодический урон здесь наносит Тима. И в итоге третий дракон уходит в пользу синих. Следующий дракон это уже душа. Нужно как-то делать ответочку. Нужно по-любому драться. ТП от Сайлоса на мидлейн. И посмотрите, ультимейт тоже скастовал здесь Картус. Непонятно зачем. Возможно, в попытке кого-то доесть, поднаказать. Кто-то загулял на лоу хп. Но не удается здесь никого, естественно, найти. И пока что игра у нас все еще довольно-таки равная. Конечно, синие несколько файт выиграли. Забрали дракона. У них преимущество на 3000 золота. Да и по счету они лидируют на 9 киллов. Но это все еще не причина, так сказать, расстраиваться. Есть все шансы одолеть противников. Мастер прожимает ультимейт, убегает. И смотрите, телепорт от Мальзахара на ботлейн. Довольно неудачный телепорт. Можно было бы опять же попробовать засплитпушить и разыграть через барона. Но решил просто дать ТП и забрать как-то вышку. Тоже неплохой в целом вариант. Но, как по мне, барон это основная задача, которой сейчас нужно сконцентрироваться обоим командам. Потому что это преимущество шанс на победу. Мастер здесь подставляется, погибает. Шатдаун улетает Сайласу. И он зарабатывает 950 золота. При этом Юми по тактике ожидания появления петушков просто стоит в лесу. Но они так и не появились. Вот же подстава, да? Вот же незадача. И, кстати, довольно большое количество золота забрали. Сразу сравниваются команды. Сближаются по количеству голды. Но нужно, правда, это золото еще и суметь реализовать. Потому что Сайлас-то еще не бэккался. У него на кармане 1300. А пока на кармане 1300 мы этих денег в игре не видим. Подходит Мальзахар. Видит здесь Севирку. Севирка отдает свой шилд. Но сейчас, похоже, как бы Мальзахар сам бы не подставился. Но здесь со всех сторон пытается закрыть пайк. Отдает нежку. Пытается ворваться и дать контроль. В итоге погибает сам Картус на лоу хп. Но Картус все еще сможет продолжать наносить урон даже после своей смерти. Правда, особо профита это не приносит. Или приносит? Джин вынужден отдавать хил. Флэшает. И в итоге все равно погибает. Вот это полезное использование самой нерок. Минус слэш, минус хил. Все равно погиб. Пытается здесь Мастер подраться с Трэндой. Но не в этот раз, похоже. Или в этот. Непонятно. Игнайт прокидывает Мастер по Трэнде. У Трэнды довольно мало здоровья. Нужно выйти попытаться как-то. Что, собственно, Трэнда и делает. Но вообще у Мастера получается довольно неплохо сражаться с Трэндой. За счет своей скорости. За счет того, что он его пытается как-то раскайтить. Юми тем временем все еще сконцентрирована на фарме леса. Непонятно, где она вообще 50 крипов смогла выформить. Потому что все время, которое мы за ней наблюдаем, у нее полная неудача. Она никого не может добить. Там даже проблемы забрать. Жабу, блубав. Но как-то 50 крипов она смогла набить. Ну и в итоге решила все-таки пойти чисто в такого саппорта. Я надеюсь, да, она сейчас сидит на своем тиммейте и дает ему бафы, нежели сама бегать и пытаться как-то дамажить. И, кстати, синяя команда может сейчас взять Барона. Если они возьмут Барона, это заявка на победу. Вполне возможно. Какая отличная кушка. Выкидывается Юми. Но неудача, неудача. Барона-то забрали. А Мастер, Мастер. Нет, Мастер дамажит без какого-либо наказания. Невероятно много урона у Мастера. Мастера так и не смогли убить. Размен 2 в 3 в пользу синей команды. А Дэшника не было, ребята, не было. Даже четверых забрали. Картос у нас просто был в своей пассивке. Он после смерти все еще был живой. Продолжал дамажить. Но не было Адекерис. Вирке, конечно, надо было здесь подойти. Довольно большие потери сейчас несет красная команда. Ой-ой-ой, какой не очень хороший здесь Сюркен она прокидывает. И, возможно, даже податкиснет. Если Джинс сейчас раскастуется. Посмотри, как много урона у Джина. 10 скиллов он имеет. Попадает раз. Попадает два. Ну и забрать, конечно, добить он не смог. Но это минус сторона. И даже, я бы сказал, две стороны. Потому что, очевидно, упадет вышка на мидлейне Т3. И упадет вышка на топе Т3. Возможно, даже два ингибитора. Первый уже упал. Второй тоже падает. И при этом нужно не забывать, что у синих огромные преимущества. Идет инициация Целлоса. Но не удается ворваться под Джину. Джин в итоге все еще живой. Никак его не получается закрыть. ТП от Тимаря. Но оно не особо-то несет в себе какую-то смысловую нагрузку. Возможно, сейчас, если не удастся, нормально по файке. И синяя команда закончит эту игру. Пытается драться с Трэндой. Трэндая все еще живой. Можно забирать Джина. Забирает на лох и п выживает. Но пришлось отдать оптимейт. Нужно теперь как-то все это дело ресетнуть, восстановиться. Непонятно, сможет ли здесь одержать победу красная команда. Поставьте на паузу. Напишите, как вы считаете. Есть ли у них шансы. Ну и Юмик, к сожалению, здесь погибает. Прямо на своем фонтане. Красные должны что-то здесь придумать. Придумать однозначно. Ультимейт идет от Картуса. Вынужден сбиться. И сейчас, похоже, Тимарь погибнет. Да, Тимарь погибает. Ну а что делать дальше? Все еще находится под жестким, жесточайшим пушем красная команда. Крипов очень много. Севир погибает от крипов. И ловит Сайласа на сипуку. На кулак чисто поймал его. Мальзахар погибает здесь. Погибает Сайлас. Но Картус все еще жив. Вышку, кстати, Т4 первую отдали. Вторая Т4 пол-хпшная. Трэнда выходит вперед. Забирает Тимаря. Но дальше идти опасно. Как же много периодического урона. Нужно только с ультимейтом это пытаться как-то делать. И Картус продолжает как-то дефать. Но Мальзахар за счет своего бафа, барона, просто усиляет крипов. И эти крипы сносят еще одну вышку. В итоге этот файт особо пользы не принес для красных. Тем более, что у синих там стоит еще и дракон. Можно дракона взять. Это душа. Да и, наверное, даже дракона не обязательно брать все еще за счет вот этого бафа барона. Посмотрите, как тяжело отдефовать такое количество миньонов красной команде. И вообще непонятно, смогут ли они это дело отдефать. Потому что уже и Нексус начинает падать. Ладно, вышки. Нексус. И Джин начинает играть по Нексусу. Пока что идет бой. Никто его не фокусит. Никто не видит. Джина и Джин сможет ли забрать. Сэлла срывается. Пробахивается кушка на лоу хп Джин. Да. И последняя автоатака. Забирают Джина. Из последней автоатаки делается килл Нексуса. Вот это. Вот это. Вот это лютейшая катка. Ребята, на железе на руссервере. Я надеюсь, вам она понравилась. Если так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Как вам катка? Да, здесь кто-то скажет. Юми тральбасила всю игру. Но слушайте. Насколько зато это была эпичная и интересная игра. С непредсказуемым концом на самом деле. Потому что вот эти вот качели. То одни доминируют, то вторые. Но под конец, когда уже забрали барона. То, о чем я и говорил. Да, кто забирает барона, тот скорее всего и побеждает. Собственно, так и произошло. Но в целом качели были очень интересные. Было до последнего не ясно. Сможет ли тренда закерить? Не сможет. Но игру Хаблайф правда крутая. Опять же, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться на мой второй канал. На игровой. Называется он Офинарс Геймс. Ссылочка будет в описании под видео. Буду рад вас всех там видеть. Ну а мы с вами, дорогие друзья, увидимся уже на следующем видосе. Всем удачи. Всем позитивных эмоций. Отличного настроения. Всем пока-пока.